Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу снять видео о замесе песочного теста, универсального. Что для этого нужно? Пачка маргарина или сливочного масла. Если вы берете маргарин, возьмите самую большую жирность, 72,5% жирности. Чем жирнее маргарин, тем более рассыпчатое получается тесто. Стакан сахара, 2 яйца, я из 2 яиц буду брать яйцо и желток. В идеале лучше на песочное тесто брать одни желтки, тогда песочное тесто получается рассыпчатое, более нежное. Щепотка соли, соды на кончике ножа. Если вы готовите тесто способом взбивания маргарина, можно обойтись и без соды. Но если же вы просто размягчаете маргарин и замешиваете тесто, не взбиваясь, значит соду нужно брать обязательно. Я буду маргарин взбивать, но просто подстрахуюсь, возьму соды совсем-совсем немножко. И мука. В муку посмотрим, сколько возьмёт тесто. Ну, в пределах от 2 до 3 стаканов. Так, ещё. Чтобы лучше взбить маргарин, я его немножечко разогрею в микроволновке. Он легче взбивается, пышнее становится масса. Вот. Из этого теста можно приготовить пирожные, печенье, торты, тёртые, сухие торты. В общем, тесто универсальное, подходит для любого изделия. Итак, разогрею маргарин. Итак, вот разогретый маргарин. Разогревала его меньше минуты. Я его перекладываю в чашу миксера. И добавляю сюда стакан сахара. И всё это взбиваю до пышной однородной массы. Если хотите, чтобы быстрее взбивался маргарин с сахаром, значит, лучше сахар заменить сахарной пудрой. Или же взять мелкий сахар. Так вот, вы видите, масса хорошо набилась. Для песочного теста, чем больше набивается масса, тем меньше идёт муки. И тесто получается не забитое, не твёрдое, а более рассыпчатое. Так что не поспешите, не пожалейте времени. Набивайте хотя бы 5-7 минут масла или маргарин, что вы взяли вместе с пудрой или с сахаром. Тогда у вас получится более рассыпчатое, более вкусное печенье. Ну, теперь я добавляю сюда щепотку соли. Ну, вот по очереди добавляю яйца. По одному яйцу и один желток я продолжаю взбивать. Из ароматизаторов можно добавить либо цедру лимона, либо немножко ванилина. Я добавляю ванилин. Если у вас ванильный сахар, вы можете добавить полный пакетик. У меня же чистый ванилин. Я добавляю его совсем немножечко. Вот такая вот масса получилась. Пышная. Она побелела. Теперь я её перекладываю в миску, в которой буду замешивать тесто. И буду сюда добавлять муку и соду. Даже если у вас просеянная мука, обязательно её просейте ещё раз. Обогатите её кислородом. Для песочного теста это не помешает. Здесь у меня 200 грамм муки. Я её обязательно просеиваю. Я обязательно вам скажу, сколько у меня пошло муки. Хотя у вас по-любому пойдёт какое-то отклонение. Всё зависит от качества муки и ещё и от размера яиц. Так, и соду, как я говорила, уже на кончике ножа. Совсем чуть-чуть. Теперь лёгкими движениями снизу вверх мы начинаем вымешивать песочное тесто. Тесто должно быть нежное. Я просматривала несколько видео, как замешивают песочное тесто. Там в одном видео даже говорят, сколько возьмёт муки. Ни в коем случае. Чем больше вы сюда вмесите муки, тем твёрже будет тесто. А если твёрдое тесто, значит, печенье или на что вы его готовите, будет твёрдое, нерассыпчатое. Я считаю, что вкус песочного теста зависит от того, насколько оно нежное. Насчёт сладости. Это уже сколько кто любит сахара добавляет. От полустакана до стакана. Я добавила стакан, потому что люблю, чтобы тесто было сладкое. А насчёт муки, его нужно очень нежно замесить, аккуратно, не переборщив именно с мукой, потому что от муки зависит то, насколько оно у вас получится нежным и рассыпчатым. Здесь 200 грамм муки. Тесто ещё очень, как вам объяснить, очень мокрое. Добавляю я ещё 100 грамм муки. Конечно, это тесто не должно липнуть к рукам, но и не должно быть забитым. Так, я уже буду замешивать руками, чтобы чувствовать тесто. Можно его после замеса положить в холодильник, но я сразу после замеса начинаю готовить то, что запланировала, или печенье, или пирог. В холодильник я его никогда не кладу. И, не знаю, если вам удобнее работать с более застывшим тестом, то, конечно, можно его положить. Я, допустим, уже могу формовать изделие и из пышного мягкого теста, то я не пользуюсь таким способом. Всё. Дальше буду вымешивать на столе. Вот я на стол просеяла 25 грамм муки. Теперь выкладываю тесто на муку. И закончу замес на столе. На столе всё-таки более удобно. Тесто видно, что мягкое, не забитое. Ни в коем случае оно не должно быть твёрдое. Вот такое вот тесто. Вы видите, оно уже к рукам не липнет. Даже без муки. Сюда, значит, у меня вошло 300 грамм муки в тесто и 25 грамм на подпыл. Ну вот. Вот готовое песочное тесто. Мягенькое. И после выпечки оно будет обязательно сладким, рассыпчатым и вкусным. Так что пользуйтесь этим рецептом. Готовьте с удовольствием. Пусть у вас всё получается. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok